всем привет на сегодня 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 мы узнаем как просканировать ну не просканировать об там принципе просканировать проверить порты но это полезно для тех кто занимается администрированием сетей настройкой фаерволов и всего такого так вот если вы об этом вообще ничего не знаете то лучше почитайте отдельно я об этом рассказывать не буду но кто-то кто знает что-то об этом что такой порт почему его нужно закрывать почему нельзя держать открытыми порты и откуда они могут открываться если вы об этом знаете то я вам сейчас покажу интересную программку если вы о ней не знали как вы видите понятное дело это ubuntu и ubuntu есть такая интересная консольная программа но для нее даже есть графический интерфейс так что такое nmap нет у меня хорошо сейчас мы установим установим sudo apt-get install nmap для этой программы есть графический интерфейс и называется по моему zen map вот ну zen map я запускать не буду а покажу кое-что вот здесь так вот это свободная утилита которая предназначена для разнообразного настраиваемого сканирования ip сетей с любым количеством объектов определение состояния объектов сканируемой сети портов и всяких служб то есть я сейчас вкратце несколько примеров покажу а все остальное вы можете найти либо в интернете либо подписаться на платные подписки у меня там текстовых сообщениях текстовые публикации там немного подробнее будет по этой команде так вот к примеру сканировать по конкретному адресу либо по конкретному имени ну это можно сделать nmap ну и давайте google.com просканируем сейчас пошло сканирование и чем мы видим так мы видим что результат сканирования следующий есть открытые порты 80 и 443 то есть http и https все больше как бы вроде портов открытых нет google защищен дальше что можно сделать еще можно просканировать к примеру под сеть под сеть можно сканировать диапазон адресов можно вывести подробную информацию о хосте ну давайте посмотрим nmap подробную информацию к примеру по google да давайте в дальше с с вот это с с это означает что сканирование выполнять скрыт но то есть это сканирование с использованием полуоткрытых соединений то есть так как не открываются полный tcp соединения то есть если вы играетесь и что-то сканируете лучше в таком режиме чтобы 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 к вам не приехал наряд и вас не забрал ну на самом деле вы ничего плохого не делаете вы просто играетесь с открытой бесплатной программой но все равно вдруг там стоят хорошие такие фаерволы которые просто вас забанят и все так короче делаем вот так вот t4 и например google . com о суда надо да говорит у тебя нету прав администратора хорошо и сейчас у нас пошло сканирование 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 вот этого хоста и вывод полной информации и посмотрим на результат сканирования теперь смотрите вот подробная информация о хосте да вот мы использовали то есть t4 это там какой-то разные способы есть t4 есть t5 ну это вы в справке можете почитать и там в зависимости от выбранного может быть немного другая информация и скорость сканирования другая то есть разные способы используется так вот а вот какая-то информация по 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 этому хосту да вот какие-то сканирования шли потом вот по портам 80 открытый серверы чё у нас тут какие-то запросы короче вот 443 пор тоже был открытый если были бы еще открыты порты то была бы информация еще по ним по ним дальше определение операционной системы ну можно попробовать сделать вот так вот n map вызвать и вот так вот о большая и давать опять-таки наш google google и точка ком рут опять надо да что же ты будешь делать хорошо рут и сейчас она попробует просканировать чем можно здесь очень много всего можно делать с этой команды дальше можно попробовать обнаружить фаервол сейчас я попробую это сделать сейчас она просканирует и вот она просканировала и горит не знаю не знаю учетом за персоной системы ох это ты google ну это такое да ладно ладно что еще можно сделать ну например можно просканировать определенные и себе порты давайте посмотрим мою сеть вот она 10 70 72 71 и например прошло сканирование да и все порты закрыты как такое может быть ну наверно так оно и есть но это все тисепи порты были на сейчас мы мы можем про просканировать югипе порты югипе пишем у нажимаем enter надо суду хорошо и сейчас сканируется югипе порты может быть у меня югипе открыты да что мы видим 68 631 53 53 открыты и используют какие-то сервисы вот соответственно мы можем посмотреть подумать что это за сервисы и закрыть их потому что через открытые порты кул хаскеры могут доступаться к вашему компьютеру ну давайте попробуем определить определить где в этом операционную систему с помощью этой хотя зачем у себя ну давайте посмотрим так какой адрес 1070 72 71 10.70.72 . 71 такой что ли или чё ну да 70 72 71 и так определяется дальше дальше что можно еще сделать можно еще просканировать ну например какой-то порт ну например какой-то порт как это сделать это можно сделать вот так вот нмап и можно четко указать что 80 порт надо просканировать давайте тоже самое дам 10 70 70 72 и 71 это мы сканируем конкретный порт можно просканировать диапазон порт можно например от 80 до 100 и что мы видим они все закрыты и здесь пишется информация какие сервисы обычно используют тот или иной порт дальше можно просканировать в общее весь диапазон портов для этого надо ввести вот такую команду то есть п кавычки в кавычках написать звездочку то звездочка думаю вы понимаете будет скажет что сканировать все дальше можно просканировать определенное количество самых популярных портов например топ порт и например 5 самых популярных портов что опять нужную они не не я неправильно по и надо убрать надо просто топ порт вот вот так когда и здесь опять самых популярных портов можно не 5 а 15 самых популярных портов вот самые популярные порты вот такие дальше можно попробовать определить есть ли firewall давайте это сделаем давайте почему бы и нет на это можно сделать вот вот так вот с а и и проверим так опять надо судов права администратора и сейчас идет проверка если у меня fire волк и так чё у нас тут да а давайте для гугла посмотрим чё он для гугла напишет google.com так по google вот вот так вот будет информация поудобнее т4 сейчас там по портам пройдется они не прошлось короче не отфильтрованный 907 и отфильтрованный 93 то есть я так понимаю в фаерволе и установлены какие-то настройки для 93 портов вот так вот вот так что еще можно посмотреть ну можно просканировать под сеть либо ну давайте просканируем под сеть как это сделать это мы можем написать вот так вот n map n map и выбрать так сп и например например 10 10 0 0 0 24 вот такая команда и такая команда будет сканировать под сеть на точно так же там можно указывать диапазон адресов что такое чё-то информации ага дан 256 ip адресов просканировала и чё-то не очень так давайте 1070 72 и вот так попробуем также можно 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 так чё она тут просканировал ага вот для адреса 72.1 чё-то там обнаружил такой хостой соответственно мы можем попробовать посканировать его давайте давайте попробуем давайте давайте 10.70.72.1 это сканируем на наличие фаервола нам если получится короче с помощью этой этой команды n map вы можете тонко настроить свой firewall то есть другого компьютера ну либо же с вашего вы можете выполнять разные сканирования и смотреть опачки смотрите cisco system а значит 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 mac адрес вот такой и я так понимаю что там оборудование cisco стоит ну а там соответственно на аппаратном уровне где-то происходит фильтровка всего нехорошего короче что я могу сказать это программу ли на очень полезная ну тому кому нужно да кто понимает что такое порты зачем их закрывать зачем их открывать и все такое соответственно данная программа может сканировать по имени может сканировать подсети может искать активные компьютеры давайте поищем кстати активные компьютеры давайте давайте как это сделать активные компьютеры надо сделать вот вот так вот с.н. sn дальше 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 это я уберу и будем искать вот здесь до активные компьютеры вот так так вот может эта команда с помощью ее можно искать активные компьютеры ухты какой-то apple с таким адресом короче может искать компьютеры дальше может вывести выводить подробную информацию о хостах может выводить подробную информацию полностью сканировать может сканировать по диапазону адресов может сканировать по диапазону портов можно также исключать из сканирования какие-то конкретные ip-адреса можно это все сохранять файлик ну какие-то конкретные пи адреса которые не надо сканировать и читать из файла информацию можно сканировать TCP порты, UDP порты, можно подменять MAC адрес, короче, можно много всего делать, то есть больше примеров по этой команде примеров использования по платной подписке на Патреоне вот, ну, надеюсь информация была полезна информация, надеюсь, была полезна, ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки комментируем, всем пока